Разборку мы начинаем с того, что снимаем крышку базы руля. Это делается с помощью крестовой отвертки. Всего у нас должно получиться 8 болтиков. Левой рукой я крепко сжимаю базу, так как при выкручивании последнего болтика крышка может резко выпасть. Будьте осторожны с этим. К сожалению, при записи видео моя камера глюканула, а обратил я на это внимание, когда руль уже был полностью разобран. Но в любом случае, я вам детально покажу, как и что разбирается в данном руле. Уверяю вас, ничего сложного в этом нет. Вот так в разобранном виде выглядит руль Logitech Driving Force GT. После того, как мы сняли базу, нам нужно снять кнопочную панель с руля. При этом руль пока еще остается прикрученный к базе. Для того, чтобы снять панель с кнопками, нужно будет открутить 13 болтов. После того, как вы снимете кнопочную панель, нужно извлечь блок проводов, который будет входить прямо в плату. Другая же часть провода будет соединяться с проводом, который будет находиться в середине вашего руля и проходить в саму базу. Его также нужно отключить. Само же рулевое колесо крепится к базе на четырех шурупах. Всю разборку руля я осуществил с помощью одной крестовой отвертки. И осталось самое сложное. Нужно в точности повторить крепление рулевого колеса к базе. Вот такую соединительную деталь мне сделали на 3D принтере. Толщина ее составляет 6 мм. Я думаю, этого будет достаточно, но в любом случае практика покажет. Чертеж этой соединительной детали я сделал сам на четвертом листе. Крепить я ее буду с помощью четырех шурупов, на которых держался стандартный руль. Еще одна немаловажная деталь. Нужно отсоединить другую сторону провода, которая идет у нас от кнопочной панели. Если этого не сделать, то кнопки, которые у нас находились на панели, будут попеременно нажиматься. Поэтому нам нужно отключить этот провод с другой стороны в самой плате. Этот провод можно удалить из базы. Для этого нужно разжать контакты и протянуть его через ось руля. Но я этого делать не буду, так как в дальнейшем думаю использовать все-таки стандартную кнопочную панель. Теперь я приступаю к креплению нового рулевого колеса к соединительной детали. Продолжение следует... После того, как я закрепил руль, остается только закрыть базу руля крышкой, и руль готов к использованию. Новое рулевое колесо на 400 грамм тяжелее стандартного руля. Плюс, вдобавок ко всему, центр тяжести вынесен на 15 сантиметров. Все эти изменения могут пагубно сказаться на сроке эксплуатации данной рулевой базы. В любом случае, время покажет. Подписывайтесь на канал и следите за жизнью моего руля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...